Замечательно. Продолжение следует. 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 Техническая заминка, все нормально. Сергей Владимирович Деряткин рассказал о том, как со стороны Диктора выглядел этот гол. Гол Алары Чочева еще раз напоминал. 21 номер в составе Чертарова. Отличилась голом уже на первой минуте. Ну, надеюсь, сейчас меня слышно. Да, так и есть. Всех вновь приветствую. Максим Санчо Батейкин зовут моего коллегу. Ну и вот Чертаровки начинают с форы в этом матче. 1-0 уже в самом дебюте. И вот еще одна атака, где Чочева заводил и выступает, но вот накрыть Вартаряна не успел. Приятно, тем не менее, мне объясняли в Рязани, откуда приехал Марино Чертарова. А накануне, когда выиграл матч на Кубе в России, лучше уступать 0-1 на 12 секунде, чем на 92-й минуте. Ну, согласись, с этим в поре сложно. 90 минут у Венесея на то, чтобы интеграция есть. Ну, а что составы? Не секрет, что команда Чертанова готовится к клипу чемпионов. И сегодня схему расположения игроков на футбольной поле в два тренера команды Чертарова и Члавриндзе минет. Таким образом, теперь у нас не три центральных защитников у Чертанова, а всего лишь два. Это Юлия Бесолова, номер 7, и Алсу Абдулина, внимание, номер 77. Вновь она переквалифицировалась. Здесь положение вне игры. На флангах обороны. Справа Ксения Женикашвили, номер 5, и слева Анастасия Говар, номер 22. Ворот сегодня защищает Алена Беляева, 33-й номер. Дальше полузащита. В опорной зоне два игрока. Ольга Белоусова, номер 6, и Наталья Трофимова, номер 99. Активные фланги полузащиты, естественно. Это Виктория Дубова, справа, номер 25. И Анастасия, прошу прощения, и Диана Кузьмина. Так, Дубова слева, номер 25. Диана Кузьмина справа, номер 20. На позиции под нападающими. Сегодня, по-моему, дебютирует в большом матче. Анастасия Тренькина, номер 24. Ну и центральный нападающий, та самая Айлана Чочева, которая, если я ничего не путаю, забила свой третий мяч в этом чемпионате. Да, отмечаемую Айлану. Действительно, закрепилась она уже в будущее. Самой молодой опасный сейчас у ворот Киртанова было. В последний момент, между ногами русского легионера, Татьяной Эводо Экого, выбила мяч Юлия Бесова. Капитан Киртанова, и небольшое повреждение даже получила. И еще небольшая одна ремарка к составу Киртанова. Мы общались с Сергеем Николаевичем перед матчем, и он сказал, что, в принципе, мы пытаемся... Это его слова, да? Это прямая речь. Мы, Киртанова, говорит главный тренер, мы пытаемся имитировать ту игру, которую будем показывать на выезде в Лиге чемпионов против шотландского Глазго. Глазго-Сити, да. И что отметил Сергей Николаевич, что там достаточно медленные центральные защитники. И вот на быстрых атаках их можно ловить. И все, что они пропустили в предыдущей Лиге чемпионов от Челси, Лондон, от Арсенала, Лондон, да, они пропустили из центральной зоны. Но и обратите внимание, откуда сейчас забивал Чочиева, да? Именно из центральной зоны. То есть вот эти наработки против Глазго, они уже сейчас начинают приносить какую-то пользу. Возможно, и в Лиге чемпионов так будет продолжаться. Мы очень быстро сработали эти наработки. Очень важная ниндзя была у Чертанова. Уже все-таки необходим представить состав наших дорогих гостей. Тем более прибыли они издалека, из Красноярска. В воротах Екатерина Волосевича номер 91. Два центральных защитника. Татьяна Чередина 19. Анастасия Абраменко 14. У нее номер по флангам. Татьяна Шейкина номер 44 на ближней к набровке. То есть справа и слева в защите Алина Дорофеева номер 23. Тут стандартная для футбола схема 4-4-2. Четырех защитников я вам представил. Далее два центральных защитника. Виктория Козлова, капитан команды номер 21. И Валерия Алешичева номер 20. По флангам, соответственно, Ксения Шахова номер 16. И Ника Белова номер 11. Два нападающих. Анастасия Гринина номер 12. И как раз Татьяна Эводо. Камерунский легионер номер 9 у нее. Сегодня насыщенный запас. Как и той, так и у другой команды. По одному запасному врутарю и по 6 полевых игроков. Что у Чертанова, что и у Енисея. У Чертанова в последнее время были проблемы. Как раз именно с кадрами. Но проблемы эти традиционные. И, собственно говоря, в Чертанова к ним уже привыкли. Потому что Чертанова формируется молодыми футболистами. Не сказать, чтобы ветераны Чертанова постепенно сходят. Абсолютно нет. Да, но тем не менее уже привыкли в этом сезоне, например, без Юлии Гордеевой. Традиционного капитана выступать. Последний матч, к сожалению, пропускает. И сначала по дисквалификации. А потом и по травме Екатерина Морозова. Сегодня также ее нет. Ну, о потерях уже много рассказывалось. О потерях зимних сразу трех лидеров Чертановки потеряли. Трех лидеров, которые по сути 90%, а может даже и 98% голов Чертанова забивали. Это, собственно говоря, Маргарита Черномыргина, Марина Кисканин и Нелли Коровкина. Которые продолжают забивать. Да, и мы должны устанавливаться другое других лидеров. Да, это Дарья Солонович и... Все, шведов. Если проигралифика или попой, то уже... Чертанова, а пока еще о том, о том, о том, о том, о том, о том. Ну, а так, конечно, максимально молодой состав. Тем более, без перечисленных нами футболисток. И потерян на трансферном рынке. И в том числе на медицинском, по медицинским показателям. То есть, по сути, минус 6 игроков. Сразу перед стартом сезона было у Чертанова. Минус 6 ключевых игроков. Ну, и потом, да, буквально, по-моему, как раз в Красноярске Юлия Гордеева и травмировалась. С тех пор она, по сути, только один матч сыграла. Вынуждена. Ну, а летом были потери, в том числе и традиционные. То есть, уезжали в сборные. В юношескую, в молодежную. Этим летом в матчах и на кубок, и в чемпионате у Чертанова порой один человек сидел всего лишь в запасе. И даже Алена Беляева уже успела поиграть в поле. Например, вратарь. Сегодня Алена Беляева, кстати, в воротах. По сути, нет стопроцентного первого номера сейчас в Чертанова, потому что начинал сезон Диана Пономарева, потом вернулась Алена Беляева в створ ворот, потом опять Диана, теперь опять Алена. В общем, борьба серьезная. Виталий Сергеевич Шадрин, наставник вратарей, и муж защитника ЦСКА, Людмилы Шадриной. Работы у него много. И, надо сказать, выполняет он ее качественно. Тут, кстати, интересная история была, произошла недавно. Есть статья, в том числе в соцсетях Чертанова. Появилась она на Спортс.ру. Посмотрим за этой атакой сейчас. Там его до, практически выход 1-1. Есть осмотр для удара, но наоборот разворачивается и не бьет. Бьет только сейчас прямо в руки Алене Беляевой. Так вот, проходил недавно конкурс, который в Чертаново тоже рекламировали. Бунтари коробок. А потом конкурс еще один, который, по-моему, назывался «Что-то там стать богиней». По-моему, так. От компании Nike, которая является, в том числе, официальным техническим спонсором Чертанова. Так вот, это был турнир специально для девушек. И вот в последнем турнире главным призом была двухнедельная стажировка, именно тренировка с Чертаново. Так вот, одна из девушек, зовут ее Варвара. Две последних недели тренировалась под руководством Виталия Сергеевича Шадрина. Она вратарь. И вполне возможно, скоро она присоединится к Чертаново. Бывает и такое. К основной команде. К основной команде. Вратарь буквально. Нет, она, судя по интервью, когда-то, в детстве, лет до 10-11 занималась в Чертаново. Потом решила сосредоточиться на учебе, перешла в другую школу. Ну и вот сейчас, таким образом, практически вернулась сюда, в Чертаново, уже в достаточно зрелом возрасте. Но, можно сказать, из двора. Ссылки есть, например. В Твиттере выложена информация на эту историю. Это, говоря о вратарях Чертаново. Ну, а так состав, конечно, молодой. Тут 2001-й, 2002-й, Алана так и вовсе 2003-й. Выделяется на этом фоне, конечно, только Юлия Бесовова. Ну и, наверное, Виктория Дубова, которая, будучи 99-го года рождения, тоже таким настоящим ветераном видится. Есть, кстати, Чертановский ветеран, да не обидится на эти слова, Ксения Лазарева. И в составе Енисея. Тоже воспитывается плоть от плоти Чертановка. Выступающая в этом году именно за Енисея. Пока. Судей мы не назвали, я так подозреваю. Марина Крупская сегодня, арбитр FIFA из Новоуральска. Помогают ей две однофамилицы. Инна Дмитриева и Анна Дмитриева. Инна Дмитриева из Краснодара, а Анна Дмитриева из Азова. Резервно сидя Виктор Медведев из Москвы. Ну и инспектор матча Марина Владимировна Мамаева из Самары. Напоминаю еще раз, Чертановский в синей форме, Енисей в белой форме. Сейчас Енисеев последние минуты больше владеет мячом. Были уже даже подходы тревожные для Чертановок. Была возможность для опасного удара у камерунского легионера Татьяны Эводо. Но она пробила прямо в руки Аленю Беляевой. Вот диагональ какая интересная. И хороший прием от 16 номера Ксении Шаховой. Ну там ее сразу запрессинговали Джаника Швили и Диана Кузьмина. Появление Дианы Кузьминой сегодня в некотором смысле неожиданно. Все-таки она чуть меньше всех остальных представленных сегодня в основе имеет игровой практики. Чаще выходила на замену в этом сезоне, чем в стартовом составе. Но вот сегодня посмотрим на Диану. Надеюсь, слышно меня. Продолжаются новые микрофоны. Оказывается, на моей голове новые гарнитуры. Извините, если были какие-то технические проблемы, связанные со звуком. И мы искренне надеемся, что в данный момент они решены. Все, что я говорил до этого, просьбе считать правдой. Атакует Енисей опасный прострел. Мяч в Джаника Швили попадает. Ну и вообще Енисей не то, чтобы по хозяйски себя ведет, да. Но мяч после пропущенного мяча команда скорее себе забрала. Да, и сейчас осаждает чертановскую штрафную. Постоянно навесы, прострелы. И вот сейчас может быть опасно. Алена Беляева мяч фиксирует, но уже за пределами поля. Так что будет угловой удар. Не представили мы наставника. При более, ну Сергей Николаевич Лаврентьев все хорошо знают. А вот только Капустину. Там вообще интересные что-то. С ней, да, предстоит знакомиться. Потому что в последнее время пробовали разные варианты Венесея. Здесь работал, например, и Олег Гарин. Известный в прошлом футболист. Океана из находки и локомотива. Не все получилось, да, мягко говоря. Ну вот сейчас Ольге Капустиной доверена этой командой. А с чем связана интересная история? Ну тем, что в принципе еще я могу где-то напутать. Ну а Евгений Алексеев, который считает себя помогом, он был главным тренером? Был. И я так понимаю, что... Ой-то, вот и гол. Нет, положение вне игры. Гол не защита. Его здорово било на самом деле. Можно сказать, боковыми ножницами. И мяч от руки Беляева оказался в сетке. Но судья на линии, это Инна Дмитриева. Подняла флажок и в итоге счет остается 1-0 в пользу Чертанова. Но такое давление, оно рано или поздно приведет голу. Да, в этом можно не сомневаться. История тем, что Ольга Капустина, она бывшая футболистка. Дальше она была начальником команды. И вот стала уже главным тренером. То есть достаточно быстро вот этот путь прошла. И, ну, так уже пошучивали, да, над Тимуром Хасановым, начальником команды Чертанова. Ну, ты, мол, готовься, да, потому что, судя по всему, и твое время придет. Вот. Ну, посмотрим. Позиция Сергея Николаевича Лаврентьева, на мой взгляд, незыблема. Вновь, вот, борется за мяч. Вновь с трудом в Чертановке отбиваются. И отдают передачу вперед. Вот, здесь нарушения правил не было. Вообще, уже можно вспомнить гол, да, который Эвода Экога забила непосредственно в Красноярске ворота Чертанова. Это был какой-то сумасшедший удар через себя, когда Ениси в первом круге выиграл 1-0. Самый красивый гол сезона, возможно. Возможно. И вот сегодня мог получиться второй по красоте. Тоже очень впечатляющий удар ножницами. Ну, Эвода такая очень крепкая футболистка, да. И даже если бы Чертановские защитники были повыше роста, все равно, да, вот, с ее мощью совладать достаточно тяжело. Мы видели разных легионеров в российском чемпионате. На мой взгляд, Эвода такая самая крепкая. А вот интересная передача в сторону Дианы Кузьминой, но не так гоняет. Передача-то интересная, но чуть сильнее, чем нужно. Поэтому вряд ли было возможности у Дианы эту передачу догнать. Ждем мы и вторую Диану в составе Чертанова. Уже успела дебютировать Жузе Диана Памен Чато. Футболистка, которая прославилась прежде всего не футбольным поступком, но на самом деле у нас сейчас такая журналистика, которая прежде всего пиарит именно какие-то конфликтные истории. Вот на этом сосредотачивается. Но при этом Жузе Диана и прекрасно умеет играть в футбол. И в минувшем туре в матче с Ижевским Торпедо, футболист 2002 года рождения, с Камерунскими, опять же, корнями, успела дебютировать уже в главной женской команде Чертанова. Сегодня она тоже в запасе. И сегодня также может дебютировать и капитан Чертановской молодежки Ирина Воробей. Четвертый номер у нее, тоже универсальная футболистка. Может играть как в центре полузащиты, в центре защиты, даже в атаке, по-моему, тоже. Очень много забивает она в составе молодежки. Так что расширение заявки у Чертанова тоже происходит. В том числе благодаря футболисткам, которые воспитываются Романом Лизоповым в молодежной команде. У которой скоро предстоит очень важный принципиальный матч с командой Уор-2 из Звинигорода. Буквально 24 августа в гостях играет Чертановская молодежка в первом дивизионе. Там пока Чертановки идут без потери. Ну и, кстати, совсем недавно завершилось же первенство России для девушек до 17 лет. Где в финале, как и всегда, практически сошлись Москва и Московская область. То есть, по сути, Чертанова против Звинигорода. И вот там как раз со счетом 2-1 выиграли подмосковные футболистки. Но туда надо отдать должное не все. Не всех Чертановок отдали, потому что все-таки в высшем дивизионе тоже кем-то надо играть. Здесь 90% состава тоже могли в этой сборной до 17 лет играть. Ну и еще одно важное событие для школы Чертанова накануне свершилось, потому что дебютное первенство России для футболисток до 13 лет. Это именно в этом возрасте они начинают играть в первенствах России. Чемпионом России официально сильнейшей командой страны стала команда Чертанова 2007. Ну, до 12 только. До 12 это называется? Ну да. А, до 12. Ну, значит, до 12. Не суть важная. Это как раз вот это самое дебютное первенство Москвы. Мне удалось поговорить... России. России удалось поговорить с Олимом Тагазарчем, Табынбаевым. Я у него спросил, потому что 2006 год в прошлом году тоже выиграл, 2005 тоже выиграл, как раз свое первое дебютное первенство России, 2004 вроде бы тоже. А дальше мы начали вспоминать, копать и, в общем, запутались, каким, какой раз подряд именно в этом возрасте свое первое дебютное первенство России выигрывает Чертанова. Ну, минимум пять раз подряд уже точно. Поэтому мы шлем, конечно, поздравления команде Чертановой 2007, официально лучшей в стране. В финале сыграли с Екатеринбургским Буревестиком. Проигрывали 1-3 после первого туалета. Ну, потом Ангелина Асауленко, одна из главных звезд школы Чертанова, наравне, наверное, с Яной Свистуновой. Ну, в общем, сделала свое дело. Выиграли 5-4. Поздравляю команду Александра Макашева. Ну, а что у нас, Сергей? Ну, у нас все-таки немножко отодвинули сейчас хозяйки, игру от своих ворот. Больше борьбы в центре, поле стало. Но, с другой стороны, перейти на чужую половину, именно владея мячом, у Чертанова не получается. Сейчас Бессолова отдает длинную передачу вперед на подборе Тренькина. Но все это приводит к потере Эвода. Тоже не самое удачное действие. Вперед выбивает мяч Анастасия Говар. Хорошая сейчас комбинация. Говар оттесняет соперницу. Ну, и Алсу провожает мяч с боком. Алсу, конечно, мы продолжаем удивляться, да? Сколько функций она поменяла. В разных матчах она тоже появляется в разных зонах, скажем так. А так и на краю играла, и нападающую играла, и левую центральную защитнику схеме с тремя центральными защитниками. И вот сейчас одну из двух центральных. И все это с ней происходит в течение одного, вроде бы, не самого длинного сезона, если брать клубный чемпионат России. Ну, в этом году он длиннее, добавили один круг, который как раз сегодня и начинается. Я, кстати, немножко запутался. Такое бывает, да, когда наблюдаешь... Регулярно, да? ...женский футбол, да. Вот просто назначение пришло судей, написано 16-й тур. А так, вроде бы, 15-й. Ну, какая-то там есть, видимо, подоплека. Непринципиально. Ну, а продолжая разговоры об Алсу Абдулине, необходимо сказать о том, что... Ну, в частности, например, и в превью на сайте женской футбольной лиги сказано о том, что вот, в начале сезона блестяще проявлялся дуэт Абдулина Комиссарова и входили долгое время в тройку лучших по системе Гол Плюс Пас. Но в последних матчах приблизительно 10-ти Алсу играет уже в обороне, а Кристина Комиссарова и не играет уже, который матч из-за травмы. И сегодня это еще одна потеря как раз с поведительским показателем. Кристина сегодня нет даже в заявке, она здесь не в форме, а в такой человеческой одежде присутствует на матче. В общем, это еще лазарет по-прежнему переполнен. Так что, Кристина, мы сегодня увидим, этого дуэта сыгранного тоже не увидим. Поэтому, ну, стоит, наверное, ждать в том числе действия результативных от Алсу, но она сегодня снова на месте центрального защиты. Да, ну, забегая вперед, можно сказать, что все-таки запас сегодня такой нормальный, да? У Чертанова с точки зрения количества игроков, потому что даже в домашних матчах было заявлено 12 человек и в запасе один вратарь. Ну, сегодня есть Диана Пономарева, как раз фратарь на скамейке запасных, а также по Манчата, Гордеева, Еремина, Елисеева, Воробей и Абашилова. Ирина Воробей. Я к тому, что, по-моему, она еще не дебютировала, да? По-моему, и не. В высшем дивизионе. Поэтому я специально обратил внимание, просто мне даже довелось посмотреть несколько матчей молодежки, чертановской. А она там явно выделяется, она там капитан, такой харизматичный. Лидер. Ну, и, наверное, должна быть юмористом, главное. Там хватает, я думаю, юмористок. Там есть несколько действительно ярких девушек. Мы за всеми следим, за всеми следим с помощью Инстаграма. В Чертаново, да, есть специальная служба. Но если, например, в Мадридском Реале это специальный отдел, который следит за всеми футболистами соцсетей, то у нас это один, точнее, в Чертаново, это один человек. Так что приблизительно знаем, кто чем занимался. И, в частности, например, Сергей Николаевич Лаврентьев сегодня рассказал о том, что вот мы, значит, процент жира на этой неделе всех измеряли, всех привели в определенное функциональное состояние. Было такое очень серьезное взвешивание. Ну, и вот как раз, судя по Инстаграму, девочки выкладывали различные видео, где они прям свежие лимоны выдавливали в стаканы специально, чтобы к этому взвешиванию подойти в нормальном состоянии. И прям вот настоящий свежий лимонный сок. Самый сделанный фреш лимонный. Пили всю неделю. И не ели, можно сказать. Что еще роднит Чертаново и Енисей? Да, это то, что эти команды, они входят в общую систему, да, вот организации, футбольной организации, что в Чертаново, что в Енисей. Но Енисей, прежде всего, футбольный клуб, который под крылом которого, да, существует и мужская, и женская команда. Это Чертаново, это школа, у которой есть тоже свои команды в высшем дивизионе, и ФНЛ, как и у Енисея, собственно, да, с этого... Вот, момент, Дубова бьет, ну, не стал улучшать позицию. Так вот, ну, то есть главные команды Енисея и Чертаново играют в одних и тех же лигах, в ФНЛ и в женском высшем дивизионе. Совсем немного таких организаций, да, в российском футболе. Это Енисей, это Чертаново, это ЦСКА и это Локомотив. Четыре пальца я загнул. Есть и другие пальцы, но нет других клубов. Правильно? Нет. Чего же я не путаю? Ну, всего восемь клубов, да. Да, поэтому вот именно в этих... Нет мужского клуба. ...командах я имею в виду максимальное внимание и мужскому и женскому футболу уделяется. Накануне, кстати, Енисей играл в Кубке России, я как-то сейчас прострел. Енисей играл, да. Нет, не играл. Ну, всех команд мужских, которые представляют за Урале, назовем это так, команды перенесены, их матч Кубка России мужского перенесены на 3 сентября, насколько я помню. Ну, в частности, и Тон, и СК Хабаровск играют чуть позже. А это вот песня про 3 сентября? Да. Вот прямо в этот день? Да. То есть вот когда, да, вот это все начнется? Да, календарь перевернул, да. Понятно. И узнаю, кто будет на следующий день соперником. Накануне мужская команда Чертанова выиграла в Кубке России. Достаточно уверенно со счетом 4-1. Ну, как достаточно. Весьма уверенно у футбольного клуба Рязань. Из города Рязань, что в Рязанской области. 4-1. Первый хитрик в истории клуба оформил Николай Прутников. Ну, а здесь атака Енисея. Здесь едва не обманывает Юлию Бесову. Но Юлию Бесову сложно обмануть. Как на футбольном поле, так и в жизни. Тимур Монач рассказывал, да, так и есть. Так и есть, да. Ну, а Лена Беляева будет исполнять штрафной удар. Сегодня, кстати, женская команда, ну, ты говоришь, оборонительная схема. Я так вижу. Я не говорил оборонительная. Схема идентичная как раз мужской команде. 4-2-3-1. Ну, при этом есть, конечно, неожиданности в лице Алсу Абдульной в роли центрального защитника. Анастасии Тренкиной в роли Влада Сорвели. Да? Назовем так. Потому что привыкли мы ее видеть на фланге, прежде всего. Появляет Диана Кузьминой. Ну, есть и традиционные позиции. Да, Ксения Дженигашвили в роли Паршикова, да? Ну, да. Ты сейчас Паршиков травмировал. Белоусова. Она может придумать что-нибудь интереснее, но сейчас не самая точная передача. А только вот здесь без фола мяч отбирает Дубова и прострел последует от Виктории, но прерывает его Татьяна Чередина. А нет, это была Анастасия Абраменко, номер 14. Тоже футболистка молодая, прекрасно известная многим чутановкам по совместным выступлениям за юниорскую и молодежные сборные России. Полчаса, кстати, ровно сыграли. Вот пошла 31-я минута. Сама Виктория Дубова будет подавать. Неплохо шла на этот мяч. Похоже, Анастасия Тренькина была, да? Мне показалось, четвертый номер, но, наверное, 24-й. А Билла, по-моему, Белоусова. Белоусова. Да, шестой номер, а именно она. От ее головы мяч ушел. Ну, а сейчас Енисей. Снова свою позиционную атаку начинает. Здесь опытная Татьяна Шейкина прямо под нами действует. 44-й. Крайний защитник Красноярского клуба. Ника Белова, молодая футболистка, тоже регулярно получающая вызов в юниорской и молодежной сборной страны. Я, кстати, говорил про... И вот здесь сегодня руководители. И великолепно играет Беляева, но дальше, а дальше в ворота не попадает... Но если бы попала Ника Белова, спасти было очень сложно. Она просто слева и промахнулась по воротам, которые были уже без вратаря. Но и отмечаем, конечно, Алену Беляева, которая сейчас ликвидировала выход 1 на 1. Супер сейф. Супер сейф. Вот это вот. Ну да. Как дела у вас, кстати. Ну, Юнисей-то поинтереснее выглядит, да? Чертановки первые минут 10 активно привели, а потом забил гол. Степенно, возможно, даже... Первые секунды 10, ты хотел сказать. Первые секунды 10. Постепенно отошли. Возможно, даже чисто психологически. То есть чувствует в себе силы атаковать, но видя счет на табло, старается этот счет, прежде всего, защитить. Вряд ли это было... Ну, это вынуждено. Да, это вынуждено за счет того, что Юнисей играет очень активно. Не знаю, это вот уже сразу был включен план Б, или изначально так на чужой половине поля собирались играть гости из Красноярска. Ну, наверное, это так. Максим Александрович, а можно пользоваться случаем? Так. Передаю привет в город Красноярск своим друзьям. Да. Ой-ой-ой! Пенальти не будет, не будет. Марина Крупская разводит руками. Беляева быстро выбивает мяч вперед. Ну, такой пограничный эпизод во всех смыслах. Да, и на границе штрафной упала футболистка Енисея. Ну, и вот вопрос, да, цепляли ее, подталкивали или нет. Ну, вы сейчас с уважаемыми телезрителей посмотрите повторы. Нам они недоступны здесь. Мы чуть-чуть о другом, опять же, да, в Скайбоксе. Нам недоступен этот экран с подсмотром трансляции. Ну, а вы посмотрите, делайте вывод. Валерий Алешчев, номер 20, именно на ней сфалили или нет. А вот эта передача от Аланы в сторону Виктории Дубова и догоняет Виктория. И находит кого? Никого. Ну, если говорить об этой ситуации с назначенным или не назначенным пенальти, на поле не было таких вздернутых рук в небо. Или какие-то споры. Вот и кого его до, Татьяна, Алёна и... Ворота пустые снова. Белоусова, где мяч? Кто его уже примет? Никто. В итоге разъезжает обстановку Говор. Ну, так вот, реакция на этот назначенный или не назначенный пенальти была здесь, прямо под нами, на тренерской скамейке. А на поле девушки, по сути, никто ничего не выпрашивал, никто не спорил с арбитром. Просто продолжили играть. Ну и момент, конечно, сумбурный сейчас был. Ты что должна была сделать на Капитоне? Вот и сделай, блядь, то, что ты должна, а не то, что ты хочешь. Ой, я слушаю комментарии, да? Экспресс-комментарии Сергея Николаевича Лаврентьева. Да, такое легкое флэш-интервью. В сторону Алсу, да, по-моему, претензии? Возможно. Ну, да. Началось с того, что Алсу отдала мяч Бессолова, да? Та пыталась уйти в сторону, не получилось. И, собственно, пошел этот выход 2 в 1, по сути. Беляева героически его прервала, ну, сыграв ногой за пределами штрафной, естественно. То есть еще один сейв, я бы так сказал, ну, такой более игровой, что ли, да? Не совсем вратарский. Ну, я имею в виду, что сейвы часто где-то на ленточке, да, там происходят. А это вот можно и спасти свою команду, выйдя из ворот. Еще одно нарушение правил. Чертанова будет разыгрывать мяч в центре поля Алсу. Кому отдавать? Рядом никого свободных нет. Течевы пытаются найти какое-то пространство на линии штрафной. Опускается пониже Тренькина. Говор. Ну, и сейчас сыграл на выбросать Яна Шейкина, которую называют просто Шея. Шея, шея. Опередила. Яна Шейкина, насколько помню, в главную сборную России тоже вызывалась и не единожды выступала. Ну, все чужому отдали. Ну, сейчас опередила, заставила на себе сфалить. Штрафной будет исполнять Анастасия Абраменко. Разыгрывать она будет с Екатериной Волосевич. Ну, наверняка сейчас мяч отойдет ли-то Датьяной Черединой, другого центрального защитника. Позиционная очередная атака Енисея. Енисей гораздо больше владеет мячом по ходу первого тайма. Ну, и игру демонстрируют красноярки весьма симпатичные. Даже удивительно, почему у них в этом сезоне всего одна победа. У нас сильный чемпионат, потому что... Да? Очень высока концентрация сильных клубов. Ну, восемь участников, вы понимаете, да? А Чертанова на шестом месте сейчас, правильно? Енисей на восьмом. Вот опасный момент, да? Это заметку вратарю Велеса. Там даже послабее был вчера удар. Да? Да. Ну, и опять о мужском Кубке России. Вчера фееричный матч состоялся. Между Велесом и московским Торпедо. Легендарным. Да. И вот там Велес команда ПФЛ едва не выиграла у лидера текущего ФНЛ. Лишь на 96-й минуте торпедовцы отыгрались. Благодаря курьезнейшему голу. Видео легко найти в интернете. Ну, а потом еще и в овертайме были голы, и в серии пенальти была тоже эффектная. И в итоге торпедовцы все-таки на невероятном фарте в одну 16-ю прошли. Здесь лежат сразу четыре человека. И кто из этих четверых в итоге виноват? А кто пострадал? Ну что, серьезнее всего пострадала, похоже, на Анастасия Абраменко, да? Игрок Енисея, который оказывает помощь. Врачи также появлялись на поле в самом начале, да? Когда были проблемы у Песоловой. Некоторое время тертановки играли в меньшинстве. Но Енисей тогда этим не воспользовался. Играть уже 7 минут осталось. Ну, что-то, наверное, добавит Марина Крупская. Я сегодня прям хвалю себя. Уверена, впервые, пока еще не назвал в течение тайма главного арбитра Надеждой Крупской. Такое прежде случалось. Бывало, да. Ну, когда молодец, тогда молодец. Тут не поспоришь. У нас так. Оказали помощь Анастасия Абраменко. И продолжает оказываться, но она вернется, скорее всего, потому что хотя бы на своих двоих поле покинула. В меньшинстве пока Красноярский клуб. Но он продолжает атаковать. Эвода принимает мяч. Бессол очень плотно работает против лидера сибирского нападения. Чертановские фанатки, да? Голоса. Нам нужна сегодня только победа. Синий-белый, только синий-белый. Все это в адрес игроков Чертанова. Капитанова. Где мяч? Вот он. Трофимова. Не сумел его забрать себе. Здесь Тренькина. Ну и вот. Передача направо в исполнении Виктории Козловой. Капитана. Получает она мяч обратно. Да, но здесь сложно. Здесь та же Тренькина. В итоге. Не надо отмахиваться. Это мы за чистый женский футбол, да? Не попала по ноге соперница Козлова, поэтому без предупреждения пока максимально либеральна Надежда Крупская. Ну да, никто его не знает. Марина Крупская. Прошу прощения. Вот ты доехал, да? Извините. Один. А вот, смотрите, смотрите, смотрите. Очень опасно прострелы. Молодец. Говор отправляет мяч на угловой. Угловой всегда опасно. И как раз вовремя возвращается высокая Абраменко. И идет чужую штрафную. 14 номер. Центральный защитник. Анастасия. Сейчас будет там бороться. И тут такая сразу двойная схема, да? Три игрока толкаются во вратарское. Одна, правда, пошла на розыгрыш. А еще три должны были набегать, если была бы прямая подача. Но здесь Дженни Кашвили отправляет мяч на точку углового удара. Не на точку, а на полкруг. Ну да. Ну я хотел вновь обыграть знаменитую точку. Дженни Кашвили. Опасно может быть. Тут уже подача Беляева в нема. Ого. Попал мяч в перекладину сверху. Но прежде, находясь в воздухе, покинул пределы поля. Ну и схема снова. У Енисея, видно, наигрывается. Это три человека на линии. Прямо вратарской борются. И три человека набегают. Вообще шесть человек это много. Как правило классическое удар. Как раз в районе 10-метров и такое свободное пространство. Двумя такими линиями атакуют при угловом. Красноярские футболисты. Тринькина отвоевала мяч себе Трофимова. А кому отдавать? Слева никого нет. Приходится разворачиваться в стиле Данила Пруцова. Сейчас сыграла Наталья Трофимова. Ну а здесь Дженни Кашвили. И Элодо. И все-таки Дженни Кашвили. И назад на Алену Беля. В Касане отбивает центр поля. Здесь ошибка Чочева. Но не получилось. В Касане сбросит мяч на фланг. Диана Кузьмина пока не очень заметна. Виктория Дубова. Та же Чочева. Мяч получает. Чочева может быть не так часто. Но она центральный нападающий. Ей доставить мяч по-другому по команде наиболее сложно. Ну Алана все-таки форвард зависимый. С одной стороны. А с другой стороны. Опять же. Кидай на нее мяч. Алана весьма самоотверженная футболистка. Она как раз в любом состоянии будет бегать, бороться, выгрызать. Сейчас приблизительно это и произошло. Так, Алан у нас 2002 года рожден. 2003. Третьего, третьего, да. 16 лет. Недавно исполнилось. А вот перехват. Эвода и пять в четыре. Но здесь в недодачу. По Стренькиной пришлось останавливаться. Искать мяч где-то у себя под пяткой не получилось. Алсу. Вперед. Хороший подбор Козлова. И такая динамичная, да. Могла бы получиться атака. Может быть еще получится. Левым флангом у Енисея. Здесь доходит мяч на левый фланг. Подача верхом. И вот тут Эвода была бы готова замкнуть. Но мяч до нее не дошел. Но Абеляева уже не сильный такой полудар, полнавес. Все-таки забирает. И не торопится Алена. Потому что остается играть на минуты две, три, четыре, пять. Сейчас себе покатило. Будет прессинговать ее Камерунка. Эводо далеко выбивает Алена. Там надо побороться и Алане. Не получается. Но мяч остается у Чертанова. Колсу Абдульна. На Трофиму. Не удалось Наталье мяч. Как следует, кто бы работает. Но на подхвате Дубова. Здесь Белоусова. Она может и умеет мяч придержать. И какая ошибка от Трофимовой. Тут же, естественно, грозные окрики следуют со скамеечкой запасных Чертанова. Где импозатный сегодня Сергей Николаевич Лаврентьев. В чертановских цветах. В красивых, как в песне прям, офигительных штанах. Ну, можно это слово говорить? Ну, да. Ну, я думаю, сейчас ты продолжишь, скажешь, что еще и Лу Бутеннер. Но этого все-таки нет, да? Этого нет, да. И не будет. Кому мяч достается? Марина Крупская. Вот ты сказал, теперь я тоже осекаю сам себя. Марина Крупская. Зафиксировала фолл Юлия Бесоловой на Татьяне Эвудо. Да, но это опасно. Конечно. Страфной удар. Сергей Николаевич Беснуется. Так, заканчивается последняя минута. Смотрим на Резервного. Сколько добавлено? Сейчас Сиди Беснуется. Ну, Резервный общается с главным тренером Енисеевым. Это момент, поэтому пока мы не знаем, сколько добавлено. По свисточку, говорит Марина Крупская. Ксения Шахова у мяча. 16 номер. Две минуты добавлено. Разыгрывает и бьет Абраменко. Прямо в руки Алене. Вот это да. Если честно, такие мощные удары в женском футболе редко фиксируются намертво, да, вратарями. Ну, согласись, мяч летел как из пушки. Но Алена Беляева очень технично сработала. Я бы так сказал, да, чё-чего забилось, всё нормально. Но Беляева, безусловно, лучший игрок первого тайма в обеих командах. Ну, не секрет, да, что в женском футболе достаточно часто бывают голы, которые по меркам мужского футбола можно назвать достаточно курьёзными. Бывают и ошибки, и промахи мимо мяча, и порой запускают совсем сверхдальние удары вратари. Две минуты, да, две минуты добавлено. Но вот сейчас действительно максимально плотный удар от Анастасии Абраменко, и зафиксировала намертво Алена Беляева. Ещё раз вспоминаем Виталия Сергеевича Шадрина, который плодотворно работает с женским вратарским цехом в Чертаново. Более того, не только в главной команде, но и в школе. Недавно Виталий Сергеевич даже целые сборы проводил для приглашённых вратарей со всех уголков России. И полезную работу ведёт Чертановская школа и Виталий Сергеевич Шадрин в частности. Ещё один нарушение, да, на Эводу. Ещё один стандарт. Но это, наверное, последний шанс Енисея забить до перерыва. Надо максимально внимательно отнестись к этому стандарту игрокам в белом. Может быть, даже сделать на него ставку и, может быть, не шестерых, а семерых отправить в чужой штрафной. Вот подача! Вот удары с хорошей позиции, ну, как промахивается Гринина. Гринина бьёт, но по-настоящему плотно не получается это сделать. И в результате Беляева вновь мяч фиксирует. Да, ну, Енисея прям рядом с голом на протяжении фактически всего тайма находился. Но команда забить так и не сумела. 1-0 в итоге. Чертанова первый тайм выигрывает. В общем, пока это преимущество весьма зыбким кажется. Да, 1-0. Голом на первой минуте отметила Солана Чочиева. А в дальнейшем инициативой владели именно футболистки Красноярска, которые, пожалуй, даже на гол наиграли. В общем, он зреет. Ждём второго тайма. Пока отдыхаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Чертанова принимает GFK «Енисей». Москва против Красноярска. Москвички в синей форме. И наши дорогие гости из Красноярска сегодня в белом комплекте. Составы команд. Сейчас прикидываем. Вроде бы без замен. Вроде бы действительно без замен обходится. Поэтому состав «Енисей». Екатерина Волосевича, номер 91, в воротах по-прежнему. Два центральных защитника. Татьяна Чередина, 19. Анастасия Абраменко, номер 14. По флангам в обороне Татьяна Шенькина, 44 справа. И Алина Дорофеева, номер 23 слева. Четыре полузащитника. В центре Ксения Шахова. Точнее, Виктория Козлова, капитан, номер 21. И Валерия Алешичева, номер 20. И по флангам Ксения Шахова, 16. И Ника Белова, номер 11. Два нападающих. Татьяна Эводо Экого, номер 9. И Анастасия Игринина, номер 12. Таков состав команды Ольги Капустины. Ну, а теперь состав Чертанова представит мой коллега Сергей Деряткин. Пожалуйста. В воротах женского футбольного клуба Чертанова Алена Беляева. Главный герой первого тайма. На мой личный взгляд, как минимум, несколько сейвов. Номер 33 у нее. В обороне. Справа Ксения Джинькашвили, номер 5. Слева Анастасия Говар, номер 22. В центре Юлия Бесолова, капитан команды номер 7. И Алсу Абдулина, номер 77. То есть, чтобы забить гол, нужно через центральную зону, если пройти три семерки. В опорной зоне шестой номер Ольга Белоусова и 99-й Наталья Трофимова. На флангах полузащиты. Справа Диана Кузьмина, номер 20. Слева Виктория Дубова, номер 25. Оттянутая и нападающая Анастасия Тренькина, номер 24. И на острие Алана Чочиева, номер 21. Забила она сегодня, ну, буквально там, в первой же атаке, секунде на 15-й. Да, так по нашим прикидкам. Может быть, даже раньше, еще специально засечен. Ну, а, соответственно, гол этот пока в матче единственный. Ну, и нельзя сказать, что было еще много моментов именно у Чертанова. Ну, может быть, один с натяжкой, да. Так, Енисей на самом деле большую часть первого тайма играл сильнее. Но забить пока не получается. И вот первая желтая карточка в матче. Марина Крупская показывает ее Анастасии Абраменко. Ну, а у Чертанова Алсу Абдулина со своей левой ноги будет выполнять подачу в чужую штрафную. Набегать будут шесть игроков Чертанова в район 11-метровой отметки. Ну, чуть-чуть дальше полетел мяч, и защита справляется. Подача хорошая, приятная, рабочая. Отбились в этом моменте. Футболист из Красноярска. А вот для Чертанова. Виктория, я думаю, его будет сбрасывать. Адресаты есть. Движение некое присутствует. Ну, сейчас Алана Чучева зацепится Ли. Говорит, позволяют ей. А и какая передача на Кузьмину. И офсайда-то не было, да? Смотрю я на Инну Дмитриеву. Она работает на ближней к нам Бровки, на дальней Анна Дмитриева. Ну, и Марина Крупская главный арбитр этого матча. Эводу. Хорошая получается стеночка. Продолжает движение вперед Алешичева. Ну, и здесь хорошо работает Трофимова. Помогает Джаникашвили. Получает мяч обратно. А вот еще одна передача уже получается не точно. Хорошая подача. И хорошо работает Алена Беляева. Выбивает мяч в центр поля. Чертановский вратарь. Тренькина. Ну, стол противостояния уже было. Виктория Козлова и Анастасия Тренькиной. Причем едва не закончилась таким мини-конфликтом. Отмахнулась немножко в первом тайме. Виктория Козлова находясь в горизонтальном положении. И тогда Марина Крупская ограничилась предупреждением. Уст. Сошли Тренькина и Козлова. Устным предупреждение. Устным. Устным. Да, естественно. Естественно. Шейкина и фалит на ней Виктория Дубова. Уже начинает поторапливаться футболистки из Красноярска. 1-0. Напоминаю, проигрывает Енисей. Пока после гола на первой минуте в исполнении Аланы Чочи. Шейкина. Туда вперед. Там есть Экуго. И вот. Ой, где мяч? Мяч в воротах. И Крупская указывает на центр. 1-1. Енисей сравнивает счет после стандарта. Теперь осталось присмотреться. Да, кто забил. По идее, Ника Белова. Одинственный номер. Именно она. Под Катей мяч она проткнула. И так не старалась Алёна Беляева. Сквозь нее он все-таки просочился. И переполз буквально ленточку в ворот Чертанова. 1-1. Енисей сравнивает счет в этом матче. Ну, теперь игра пойдет поинтереснее. Потому что Чертановки, поведя в счете, все-таки сделали ставку на оборону. Больше времени проводили именно в защите. Уласевич. Спокойно. В этой ситуации действует. Быстро вводит мяч в игру. Есения Шахова. Мяч сохранила и вернула своим центральным защитницам. Ну и Абраменко направо. На Шейкин. Включаем мы передачу Шейкиной в эпизоде с голом. Хорошая передача в чужую штрафную. И там выиграла единоборство. И сумела. Исхитрилась нанести удар. Поворотом. В подкатеринка Белова. Счет таким образом стал 1-1. Ну, действительно, должно стать поинтересней. Четанки теперь не будут отсиживаться в обороне. Точнее, обязаны не отсиживаться в обороне. Теперь будут больше атаковать. Ну и есть возможности для усиления атакующей игры у Сергея Николаевича Лаврентьева. Посмотрим за его решениями. Но пока никаких замен не готовится. Сыгодно совсем мало времени. То есть, можно сказать, второй быстрый гол в этом матче мы увидели. Четанки отлучились минуты на первой приблизительно. Первого тайма. И футболистка из Терсноярска где-то минуты на шестой-седьмой. Второго тайма уже. Ну и там отмечаем в эпизоде, конечно, с ответным голом действия Камерунского легионера. Эводо тоже там шороху навелась, тянула на себя внимание. Еще один флофиктирует Крупская. На сей раз со стороны Чертанова. Шекина разыгрывает мяч Сувасевича. Ну не прессингует. Уже Чертановки отходят практически все. На свою половину поля сразу же. Позиционная атака будет у Енисса. Позиционная атака с длинный паса в сторону Эводо. И там выигрывает, собственно, верховую борьбу. Здесь двое футболистки Енисея едва друг другу не помешали. В итоге Алешичева, Эводо. Снова Валерия Свечом. Семья Шахова в центр на Козлову. Та направо на Шейкину. Татьяна сегодня одна из самых активных в этом матче. 44 номер Енисея. Часто мы называем ее фамилией. Часто она работает свечом. И снова передача в сторону Эводо, которая хорошо цепляется за мячи. Козлова. Ну, две центральных защитницы. Перепосовываются. Чередина и Абраменко. Максим Саныч, тебе на заметку, ну и мне, естественно, тоже. Вот сейчас проходил мимо чертановских запасных. И Диана попросила правильно называть ее фамилию. Памен Чато. Хорошо. Ну, на французский монет. Ну, естественно, да. Так и будем. Ну, мы просто по-русски называли, а на русский уже человек. Ну, мы, как бы, да. Вот такая просьба. Естественно. Естественно, будет исполнено. От кого здесь мяч уходит? Чертановки будут выбрасывать аут. Хорошо, принимает. Хорошо, принимает. Пока затишье на скамейках. В плане замен. Вроде бы не предвидится. Будет опасно. Дубова. Как-то от ворот полетел мяч. Трофимовый слет тоже было бы пробивать очень тяжело. Это Джаника Швили перехватывает. Ну, здесь скопление игроков соперника. Бежит по мэн к мячу. И Говар предпочитает сыграть в этой ситуации понадежнее. Пользуясь случаем, да, должны, наверное, мы пригласить болельщиков на матч Лиги Чемпионов. Первый в истории Чертанова против того самого Глазго Сити. Первый матч в одной шестнадцатой Лиге Чемпионов Чертанова будет играть дома. И состоится поединок 11 сентября в 19.00. в спортивном городке Лужников. Welcome, как говорят в Шотландии. Добро пожаловать, как говорят в Чертаново. На мяч сейчас улетел после предыдущей атаки Чертаново куда-то туда, в Битцевский лес, который буквально здесь за заборчиком. Накануне здесь был очень серьезный гость. Без Битцевского леса пришел. Имеется в виду животное. В инстаграме директора Чертанова Николая Ильич Ларина сейчас идет важное голосование. Кто это был? Норка или Куница? Реально пришла сюда вот здесь, бегала во время матча Ю-17. Ну, а тут реально, да, то есть есть сомнения. Есть сомнения. Ну, ты понимаешь, как у тебя идет? Норка или Куница? Так нет. Но, может, и загуглить. Ну, Норка, это вроде как... Что-то вроде шубы, да, должно быть. То есть такое вот понимание. Куница... Ну, что-то другое. Ну, интересный вопрос для трансляции женского футбола. За атакой Енисея мы смотрим. Шахова неплохо комбинирует она с Олежчевой. Здорово. Такие крики слышны с тренерской скамейки от Капусты. Ну, и поддача пошла хорошая. Но там справляется Алсу на подборе Трофимова. Здесь не дотянулась до мяча Тренькина. Едва не спалила. И сейчас будет опасно Козлова. Пробьет. Но она слева и просто не бьет. Поэтому под правую подстраивалась. А там уже успели и защитницы Чертарова. К этому эпизоду. В итоге удар заблокирован. Дубова в своем стиле. И... Выход Чочиевой! Бросается у Васевича буквально в последний момент. Кабак казалось чуть-чуть претенциозно. Так выскочило. Даже, может быть, и не стоило. Потому что далеко было до ворота Алана Чочиевой. Но у Васевича все-таки выскочила. Собирала самоотверженность. Самой травмы, возможно. Екатерина обезмячилась. Все-таки Алану. Сейчас небольшая пауза в игре. Связана как раз с повреждением вратаря Енисея. Уважаемые болельщики, приглашаем Вас на первый в истории женского футбольного клуба матч Лиги Чемпионов. 11 сентября в спортивном городке Лужниково. Женский футбольный клуб Чертаново будет принимать шотландскую команду Глазго. Патч начнется в 19-0-0. Возволновилась игра Чертановки в атаке. Передача в сторону Дианы Кузьминой. Снова Увасевич, который наверняка еще испытывает некие болевые ощущения. Но тем не менее самоотверженно бросается в ноги и мяч забирает. Молодец. И Екатерина два эпизода самоотверженно отыграла. Ну и с мячом сейчас красноярский футболист. И Енисей с мячом продолжается владение. Пока на своей половине поля. Но Чертаново сейчас достаточно низко садится. Не старается отбирать мяч на чужой половине поля. Ну и, соответственно, вроде бы можно было перебираться на чужую. Но здесь прилетает Диана Кузьмина. Мяч в итоге отправляется назад. Увласевич. И та играет с Абраменко. Порядка 15 минут сыгранного во втором тайме. Пока голы именно в дебютах таймов у нас забивались. В остальное время голевые моменты оставались нереализованы. Но сейчас, смотрите, какая подача. И воду не дает ей пробить Песолова. Отчаянный прыжок. Хватается Юлия за голову. Ну, должна подняться, да? Это сейчас основной игрок обороны. Про травмы все говорим, говорим. А вот про Екатерину Морозову не сказали сегодня, да? Говорили. Говорили. А я не слышал. Или упустил. Ну, в общем, да. Тут какую линию не возьми. Везде у Чертаново потери. Екатерина Морозова, естественно, один из столпов обороны. Один из лидеров команды, которая в прошлом сезоне выходила в Лигу чемпионов. И вот к 11 сентября, конечно, было бы неплохо, если бы она вернулась в строй. А здесь подача. Кулаками выбивает мяч. Алена Беляева пока недалеко. Продолжается атака. Енисея удар блокирует его Трофимова. Подталкивала соперницу Алана Чочиева. Поэтому будет штрафной удар. Вновь на выходе Беляева. Вновь работает чисто. И вновь за голову приходится держаться Бесолова. Ну, как начинать, да, это владение Беляевой? Не очень получается сейчас делать несколько точных передач подряд у хозяйка этого матча. Поэтому, наверное, Алена выбит мяч достаточно далеко. Тренькина падает и свистит. Марина Крупская. Штрафной для чертанова снова Алсу. Приблизительно с этой точки минут 5 назад она подавала. Тогда подача была хорошая. Она от Красноярки справилась. Красноярские футболистки. Сейчас снова Алсу со своей левой будет подавать. Ну, там такое серьезное скопление в одном месте. Подача от Алсу в сторону Бесоловой. И забирает мяч у Ласевича. Спокойно играет вратарь Енисея. Попыталась найти кого-то из партнерш. Вот, наконец-то увидела Эводо. Именно ее в сторону отправлять спряталась здесь. Татьяна Камерунская. Отошла чуть попить. Забыли при нее чертановки. И в итоге мяч уже у штрафной чертанова. Там Алешичева и Беляева догонят. Не догонит. Догоняет. У Алены в порядке сегодня. Отмечаем этот момент. Ну, и готовится замена в составе Енисея. Но с таким чертановским колоритом. Да, Ксения Лазарева появится на поле. Пока мы не понимаем вместо кого. Ну, Ксения тоже, да, на разных позициях играла за чертанова. В основном на флангах. Справа и слева. Уходила затем в ЦСКА. И уже этой зимой, да, перешла в Енисея. Ух! Напережение играет Женикашвили. Важно, да, именно так действует против Эводо. Трофимова, Алсу. Длинная передача, но не добивает Алсу, да. Кузьминой. А вот здесь мяч отскакивает Кузьминой. Диана Кузьмина и Виктория Дубова, да, из чертановок стали этим летом обладатели цели бронзовых наград. Универсиад. Зимняя проходила как раз в Красноярске, а вот летняя в Неаполе. И там в составе студенческой сборной были две представительницы ЖФК чертанова. Замена вместо Ксении Шаховой на левый фланг атаки, судя по всему, выходит... Ну, скорее полузащита. Ну, да, Ксения Лазарева. Потому что именно там играла Ксения Шахова. Ксения меняет Ксению. Вместо Шаховой Лазарева. По-прежнему на месте левого защитника будет действовать Алина Дорофеева. А вот на этом же фланге и Лазарева. Лазарева воспитанница чертановской школы против родной команды. Лазарева из ЦСКА играла против Чертанова. Из Енисея уже тоже этой весной играла против Чертанова. Так что опыт есть. Ты, в принципе, какую команду сейчас не возьми. Больше всего воспитанница именно чертановской школы, школы в высшем дивизионе. Алина Дорофеева исполняет удар от ворот. И Строфимова сложно было сориентироваться, мяч принять. И в итоге достается он Аляшичу. Все же активно сегодня играет Валерия. Но сейчас ошиблась. Строфимова исполняет передачу. Тире заброс. В сторону Чочиева исправляются футболистки из Красноярска. Лазарева первые ее касания. Первая передача точная. Он Козлова не сумела сквозь трень кинует этот мяч пробить. В итоге Эводо, которое в последнее время чаще не в центре нападения, а вот здесь где-то левее действует. И Алина Дорофеева аут вбрасывает на Лазареву. Там две давние подруги сошлись. Две Ксени, Джинни Кашили и Лазарева. И снова их противоборство. И остается оно за Джинни Кашили. Беляева будет исполнять снова удар от ворот. Во втором тайме игра явно выровнялась. При этом моментов стало голевых чуть поменьше. Наверное, потому что в первом тайме Енисей создавал голевые ситуации. Сейчас у клуба из Красноярска их стало меньше. Ну и у Черстанова их по-прежнему особо нет. Есть у обеих команд такие подходы к чужим воротам. Аккуратные игры. В целом, с одной стороны, кажется справедливым, что Енисей отыгрался. Потому что моментов все-таки создала команда сегодня много. Но в основном, правда, в первом тайме. Но в другом, наверное, идти и другие. С другой стороны, могут сетовать на то, что не получались именно дебюты таймов. Именно в этих эпизодах были пропущены голы. Эвадо остается лежать. И, судя по всему, понадобится помощь врачей. Но мяч пока в игре. Кто-то должен выбить его за боковую. Но тут нарушение правил. И, в общем, сейчас, наверное, самое время Эвадо оказать помощь. А желтую карточку тем временем получает Анастасия Гринина. Анастасия Гринина. Ну, не зафиксировала фулл. Марина Крупская действительно чего-то там страшного такого даже внешне не было. Прямо под нами эта ситуация. Быстренько заморозили. Был же легионер Камерунский в мужском Енисею некогда. Именно он, как говорят, и порекомендовал Татьяну Эвадо. Дидье Бианк, насколько помню, его зовут. Играл когда-то в Енисеи. Ну, то есть, вот не последний сезон. Не, не. Еще, скажем так, в нулевых. До сих пор поддерживает связь с командой. Порекомендовал Татьяну. В женский клуб. Алина Дорофеева. Прямо к Диану Кузьмину. Пока без замен обходится Сергей Николаевич. Ждем. Ну да, собственно, уже середина второго тайма. Три четверти матча позади. Джаникашвили головой. Здесь Белоусова. И продолжает атаку Енисеева. До стенку. Ну, не очень получается. Кузьмина. На Джаникашвили не сыграть вроде бы. Белоусова, Тренькина. Ну, не держится. Не держится мяч у Чертанова. Лазарева. Мягкий заброс. Здесь голова Абдулиной. Еще раз Лазарева. И еще раз уже правой ногой Абдулиной. Это едва не заканчивается ошибкой. Алсу левша. И штрафной мяч пока удается вынести. О! 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 Да, повсегда кажется, что сейчас по камерам здесь столько камер. Это же женский футбол, высший дивизион. Ну, а если технике достается, то... Порой достается... Я тут в Саранске же был, да? Да. И просто на моих глазах большая человеческая драма происходила. Я так понимаю, что это официальный фотограф Мордовии. У него упал фотоаппарат с объективом вместе. Ну, с высоты вот рук, да? Вот, грубо говоря, с уровня его груди, вот, прям на бетон. И там что-то сломалось. И в фотоаппарате, и в объективе. Ну, как бы там ни было, да, каких-то матерных сентенций, там, или просто на человека было больно смотреть, если ты понимаешь, о чем я. Понимаю, приблизительно. Он был настолько расстроенного человека, я видел, ну, не знаю, наверное, один раз только, когда как раз женский футбольный клуб Чертанова пропустил на последней минуте. Я, по-моему, проиграю. Вот Сергей Николаевич Лаврентик, да, вот был в той ситуации. Вот прям больно смотреть было на него. Так и там. Вот. Ух, ну, я даже, честно говоря, я, честно говоря, забыл вот изучить, что называется, фоторепортаж после матча, да, вот, были ли там события второго, там, потому что происходило это в перерыве, там. Вот. Ну, все стоит и таких сумасшедших денег, на самом-то деле, да, и в одиночку решить этот вопрос. По фотографу в Саранске, я думаю, не так просто. И в Чертаново непросто. И в Чертаново непросто. Юнисей последние минуты снова больше владеет мячом. Иначе была в сторону Крининой. Зацепиться не удалось. Сяу сбрасывает быстро говор на Асу. И тут же вперед туда, чтобы поборолась Алана Чочева. Ну, ее сегодня стерегут, очень уверенно, Чередина и Абраменко. Пропустили буквально на первой секунде, а потом поняли, что грозный форвард у Чертанова и очень дисциплинированно играет против 21-го номера чертановской команды. Снова аут. На сей раз для Енисея. Ну, играть еще остается минут, наверное, сколько? Пятнадцать? Да нет, но чуть-чуть побольше. Больше. Минут двадцать. Ну, ждем каких-то изменений, прежде всего кадровых. Прежде всего кадровых. Хотя, с другой стороны, например, накануне в матче Ю-17 юношеской футбольной лиги там вообще семь замен разрешено. Наставник Чертанова, Денис Первушин, произвел всего две, и одна из них такая уже тактическая, в добавленное время. Так что не обязательно все замены, которые разрешено, использовать. Возможно, какие-то свои задачи преследуют и тренеры. Да, и бывают такие педагогические ходы, точнее говоря, отсутствие этих самых ходов и замен. Тогда, ну, возникшие проблемы на поле должны решать те, кто изначально на нем находится. Я думаю, что в Чертановской раздевалке уже был в перерыве громкий разговор. Ну, второй тайм и вовсе, да, команда пока проиграла. Ну, с другой стороны, количество моментов у ворот Алены Беляевой снизилось. Диана Кузьмина играет в центр. Козлову сегодня неплохо смотрится, да, так. Тренькина, Кузьмина. Треугольнички в итоге разыгрывает Енисея. Это забег Бесоловой и Вадо. И Вадо его пока еще не выиграла, но мяч все-таки заполучила. Обманные движения. Лазарева. Против нее Белоусова. Лазарева. Ну, тут уже та стадия матча, когда все должны терпеть, да. Мы слышим подсказ Ольги Евгеньевны, которая уже, кстати, делала замечание. Марина Владимировна Мамаева, главный инспектор. Ну, когда особенно жестко общалась с футболистками, Ольга Евгеньевна, Марина Владимировна сказала. Ольга Евгеньевна, очень строго с осыцательным законом в конце, да, и тут же ситуация была разрешена. Разрешено. Белова, который сегодня, вроде, такого свободного художника. И слева, и справа, и в центре. Вот Лазарева уже в чужой штрафной. Вынуждена уйти. И вынуждена мяч упустить. Ну, как вынуждена? Угловой. Для Енисея это всегда опасно. Снова Абраменко пошла высокая, 14-й номер, чужую штрафную. Есейсина остается там Эводо. Ну, кстати, не идет штрафной, да, я немножечко удивляюсь. В связи с этим Алина Дорофеева. Она, кажется, чуть ли не самая высокая. Венесея, вот сейчас неподалеку от нас. Выше Тренькиной чуть ли не на голову. Ну, на то есть причины, видимо. Видимо, да. Вон, окраинный защитник. Подача от Лазарева. И Макашвили играет головой. Это Тренькина. Оставит корпус, прессингует ее Дорофеева. И аут для Чертанова. Поборется здесь Алана. Оставит корпус и выигрывает мяч. И фалит на ней Абраменко. Грамотно сыграла, угадала отскок именно Алана. На знакомом для себя поле арен Чертанова. Ну, и явно прихватила ее Абраменко. Ну, тоже чуть-чуть эмоционально попыталась отмахнуться Алан Чочева. Тоже устное предупреждение получила от Надежи Мариной Крупской. Назад Алсу. И сейчас наверняка подключит либо Говар, либо дальняя передача последует. Прямо в руки у Ласевича. Ну и готовят замену в составе Чертанова. Нами уже анонсированная. И сейчас такое своеобразное камерунское дерби будет на поле. Жозе Диана Памен Чато появится на поле в составе Чертанова. Но, что касается Ди, как называют ее Чертанова, она прекрасно говорит по-русски, родилась в Москве. У нее просто отец камерунец. Поэтому камерунские корни, что называется, налицо. С мячом Енисея, это Ксения Лазарева. Неудачная передача Джаникашвили. И вот передача пошла. Неплохая вразрез, но мяч скакал. Тяжело было обрабатывать этот самый мяч Виктории Дубовой. Давай, давай, давай. Главное контроль. Ну, кстати, да, призывает главный тренер. Не спешите, футболисток Енисея. Возможно, выездная ничья, неплохой результат, да? Ну, с учетом того, что, да, команда внезапно идет на последнем месте. Уступает, например, Жевскому Торпедо. При том, что в прошлом сезоне Ежевская Торпеда не забила ни одного гола и, соответственно, не набрала ни одного очка. А в этом сезоне Торпедовки опережают по набранным очкам Енисея. То есть на предпоследнем месте Ежевск, на последнем Енисей. И тем более очки даются с трудом. Ну, вот Ежевчанки как раз в минувшую пятницу здесь одно очко набрали. И чуть-чуть даже оторвались в некотором смысле от Енисея. Поэтому хочется, конечно, их догнать. Последним никому не хочется финишировать. Несмотря на то, что женский высший дивизион в некотором смысле похож на ПФЛ. То есть отсюда вылететь можно только при собственном желании. Ох, Козлов не стал бить сразу. А там Дальшалсу уже накрывает. И смотрите, какая контратака у Тертанова. Может получиться здорово смещалось. А это удаление похоже. Да, у Гринина есть. Анастасия Гринина буквально минут 10 назад точно так же приблизительно на бедро поймала и Анастасию Говор. Ну, сейчас было вынуждено фолить Говор. В том моменте особой опасности не было. А вот сейчас, если бы не было желтой карточки, то, пожалуй, этот фол был даже оправдан. Потому что это срыв атаки. Ну, уже имея горчичник, спалила Гринина и отправляется она отдыхать. И вместо Аланы Чочиевой, замена по позиции, на поле появляется Жозе Диана Памен Чато. Все, остаемся флаголистскими русскими корнями. Но родилась и выросла в Москве. Прекрасно говорит по-русски. Учится в очень хорошем институте. Нет, институт физкультуры, например, тоже, естественно, хороший. Ну, у Дианы планы на жизнь творческие. Хотя футбол тоже творчество, с другой стороны, скажете вы мне. В общем, сейчас в меньшинстве. Енисей плюс свежий игрок тут же бросает, ну, еще до замены. Точнее, до удаления эта замена готовилась. Ну, сейчас шансик. Шансик появляется. Свежкий футболист, один спротив десяти. Последим, и за Дианой на поле. Ну, а прославилась она тем, точнее, СМИ прославили ее тем, что в матче юниорских сборных России и Швейцарии отправила в нокаут она капитана сборной Швейцарии. Очень красиво. При желании можно найти. Я извиняюсь, но по делу, по делу, да? По делу, абсолютно. Ну, там очень плохо себя вела швейцарская. Швейцарская футболистка, как это принято в Швейцарии, с какими-то корнями из Косово, ну, что-то типа того. Таких много, да, в сборах Швейцарии. В общем, эмоционально себя очень повела и некрасивая швейцарская футболистка. И, что называется, поставила на место ее таким красивым хуком Жозе Диана Памен-Чато. Ну, собственно говоря, за это получила удаление. И этим нисколько не гордится, потому что, по сути, подвела свою команду. Тогда российская сборная проигрывала. Один из лидеров юниорской сборной России, Жозе Диана Памен-Чато. Но она пришла в футбол достаточно поздно и начала заниматься футболом в команде под названием «Легион» Московская. Проявила себя в этой команде. Начала постепенно привлекаться к играм сборной Москвы. Ну, а сборная Москвы, как всегда, формируется на базе команды Чертанова. Поэтому проявляешь себя где-то, попадаешь в сборную Москвы, проявляешь себя в сборную Москвы, попадаешь в Чертанова. Ну, приглашаю в Чертанова, да? Схема просто там. Все-таки есть выбор. Выбор есть, да. Ну, не так много, к сожалению, женских школ в Москве, которые именно с такого детского, скажем так, возраста девочек воспитывают. Ну, можно вспомнить «Царицына», «Молния», «Сокол». Чертанова по умолчанию. Ну, так по сути. «Свидуа», «Свиблова». «Спарта Свиблова» там уже больше такие взрослые команды. Не вспомните, еще и «Старгино», но там «Локомотив», насколько я знаю, сейчас начинает тоже таких уже девочек именно младшего возраста набирать. Ну, вообще, да, мы ждем, да, что подключится, может быть, и «Спартак», и «Динамо». Почему нет? Ну, «Реал» уже подключился. «Реал» подключается, да. Команда «Реал», да, создается на основе команды под названием что-то там «Депортиво Такос», «Тикос», что-то такое. Надежда Карпа уже. Да, и Надежда Карпа буквально, да, на этой неделе отметилась голом. Она уже успела во время регулярного чемпионата Испании, выступая за «Севилью», забить гол в «Барселоне». Ну, а вот пару дней назад забила еще и гол мадридскому «Реалу», который рождается именно этим летом. Ну, это был контрольный матч. В замену в составе «Юнисея». Вместо «Ники Белова», игравшей под номером «Онисей». «Ники Белова» автор гола. А поле появилось. Поле покинуло, но подустала уже молодая футболистка, тем более в меньшинстве «Енисей». И на поле пятнадцатый номер появилась Анастасия Морозова. Екатерина Морозова-Чертанова помочь не может, а вот Анастасия Енисеев сейчас в концовке обязательно пригодится. В меньшинстве, напоминаю, красноярский футболист. После удаления Анастасии Грининой. Ну, там удаление было бесспорное. Никто с ним не возмущался. А здесь очень жестко ставит ногу Джинь Кашвили. Пока никак не удается Диане за мяч зацепиться. Ну, а на футболистке весьма старательная будет биться и бороться до конца. Вот, например, сейчас. Чуть-чуть переборщила. Там остались, кричит Сергей Николаевич. Ну, да, да. Я хотел сказать, что очевидно, что Чертанова будет пытаться как можно быстрее теперь мяч забирать. Может быть, за счет того, что не особенно прессинговали в первой части этого матча, ну, даже в большей части. Теперь вот силы, возможно, для этот прессинг есть. Тем более, что соперник, как вы понимаете, в меньшинстве. Ну, вот где, да? Сейчас кажется, что именно в центральной зоне какая-то вот пустота у игроков Енисея. А впереди, в принципе, народу хватает, как сзади. Козлова подтолкнула Тренькину и тут же помешала разыграть мяч. Желтая карточка за это. Еще одна замена у Чертанова. Тем временем появится на поле Елизавета Еремина. Спокойно, спокойно, Елена! Какая-то волна пошла, да. Ну, потому что, да, там поругалась. И еще одна желтая карточка Валерии Алешичевой. Вот, и центральная полузащитница Енисея в одном эпизоде получили по желтой карточке. Ну, Козлова достаточно эмоционально сегодня себя ведет. Уже предупреждала ее, тем более, Крупская. Ну, и вот эта самая розовая, точнее, оранжевая желтая карточка превратилась в желтую. Самина в основе женского футболевого клуба Енисея. Ну, или, точнее, зеленая. Собираюсь, уже виски такое, полу-предупреждение. Оно и было уже в Козлова, и сейчас превратилось в полноценное. Так, ну и у черта нового знамена Диана Кузьмина. Поле покинула, очень устала сегодня Диана. Хорошо отработала на своем фланге. Не во всех эпизодах было активно, но старалась. И вместе с нее Елизавета Еремина. А вот передача в сторону Дианы от Виктории Дубовой. И фиксирует нарушение правил Марины Крупской. Пожимает плечами Диана. Не очень понимаю, как бы что. Она просто боролась за мяч, шла до конца. Но, видимо, пометуя я в эпизоде, который произошел несколькими минутами ранее, когда тоже Диана спалила на Уласевич. И сейчас тоже посчитала это за опасную игру. Крупская и выписала горчичник по менту Чато. Второй матч это для Дианы на высшем уровне. Дебютировала она на прошлой неделе в матче с Ижевским Торпедо. Ну, такую движуху в нападении наводит, безусловно. Сейчас на каком-то смеси русского и французского идут указания. Эводо. Потому что Сергей Николаевич прекрасно говорит по-русски так же, как и Жозе Диана Памен Чато. Что? Пока не скажешь о Татьяне. Эводо. Ну, сейчас указания для нее были даны. На таком русско-французском, да, Сергей Владимирович? Ну, да. Ты подслушал? Ты же знаешь французский. Да. Но я не могу выдавать в эфир секреты Енисея. Но разговор был интересным. Вот так и Енисея тем временем. При том, что команда в меньшинстве. Ну, видно, что не хватает уже, конечно, одного человека в атаке. А вот Лазарева. А вот Еремина, свеженькая. Справа и попыталась вперед мяч отправить. Здесь Трофимова борется с Алешичевой. Потеряла мяч из вида Алешичева. Но и Трофимова сыграла не очень удачно. Но, тем не менее, жестко ногу поставила. Отобрала. Алсу кидает вперед на Диану. И вот один-один. Диана забивает. Нет. Или да. Или нет. Мяч. Ворота. Или да. Да. Гол засчитан. Диана Паменчат. Просто завевает туда. Свой первый мяч забивает с расстояния 1 сантиметр. Таленточки. Ну, продавило. Да. Ошиблась у Ласевич. На выходе. Ну, может быть, после предыдущего столкновения. Где-то испугалась. Ну, и лежат защитники Енисей, которые устали. Уже сводят ноги. В общем, хороший шанс выиграть этот матч. Получает Чертанова буквально вот за несколько минут до конца. С учетом добавленного точно еще 5 минут играть. Так, Диктору надо сейчас объявить достаточно эмоционально этот гол, мне кажется. Жузе Диана Паменчато. С дебютным голом в своей карьере. Взрослый отмечается уже во втором матче. Но вышел действительно активно. Вадим Чертановке повели. Они играют в большинстве. Ну, и сейчас продавила, конечно, Диана. Отмечаемые передачи Алсу Абдулины, конечно. Сумела на линии офсайда грамотно. Себя поставить. Жузе Диана Паменчато опередила одну из защитниц. В итоге вышла 1 на 1 с Екатериной Власевичей. И даже пробила. Спасла вроде бы Власевич. Диана мяч догнала уже на лицевой. И там уже в единоборстве защитником буквально завела его в ворот. На таком силовом стиле. Гол хороший. Что называется... С мясом. Забила Диана. Молодец, да? Обязанный поздравить с дебютным голом. Футболистка 2002 года рождения. 2-1 повели в Чертановке. И 4 минуты. Получается, на 90 минуте, да, забила Диана? Ну да, 4 минуты добавлено. Сейчас, наверное, какие-то тактические замены. Да, действительно, готовят замены. Ирина Воробей на поле появится. Капитан Чертановской молодежки. Тоже футболистка 2002 года рождения. Может сыграть на любой позиции в защите и в обороне. Но это игрок центральной оси прежде всего. Сейчас посмотрим. Ну, поменяет она Тринькина. Настя тоже потрудилась сегодня. И вместе с ней Ирина Воробейна. Своей игрой за молодежку, конечно, заслужила. Напоминаю, что не стоит никуда переключаться по окончании трансляции. Потому что мой коллег Сергей Владимирович Ерявкин уже отправился туда, вниз. Для того, чтобы в прямой эфир попали интервью с участниками этого матча. Я думаю, стоит, конечно, и с Джозе Дианой по мэдчатопа говорить. Ну, и с тренерами, безусловно, Сергея Николаевича Четановского цицерона всегда интересно слушать. Вообще, в этом смысле, Четановским болячкам повезло, конечно, потому что интересно смотреть не только видеообзоры матчей, но и видео с пресс-конференцией. Потому что Игорь Витальевич Осенькин настоящий аналитик футбола. Ну, и Сергей Николаевич Лаврентик тоже отличается хорошим владением русским языком. Всегда интересно слушать его мысли о футболе и о жизни. В большинстве, напоминаю, Чертановки, вот появилась на поле Ирина Воробей. Четвертый номер у нее. Она будет играть на месте центрального полузащитника. Ближе к атаке, потому что в роли двух таких опорников по-прежнему Белоусова и Трофимова. Ну, и вот передача от Воробей в сторону Елизаветы Реминой. Снова на выходе играет Волосевич. Мяч забирает. Ну, и призываю всех идти вперед, потому что собираются далеко туда мяч выбивать. Далеко не очень получается. Олеша Чава первая на мяче. Ну, и тут надо побороться сейчас. Побороться его до... Ах, не угадала здесь с отскоком. На родном поле практически Ксения Лазарева. Ну, что, практически с детства здесь жила и тренировалась Ксения Лазарева. Ну, а это передача от Белоусовой, но читает ее Дорофеева. Здесь друг к другу не согласовано сыграли Белоусова и Трофимова. Хотя, казалось бы, практически весь сезон играет вместе в центральной зоне. Ну, и после забитого гола Чертановки снова оттянули большие силы назад. При том, что играют в большинстве и сейчас больше отбиваются. Напоминаю, добавленное время идет. Уже минуты две прошло. Еще минуты две остается. 2-1. Чертановки ведут после гола Жузе Дианой Памент-Чато на 90-й минуте. Чертановки сегодня на первой и на последней минуте отличились. Основного времени. Сейчас идет добавленное. Абраменко, Дубова и сейчас Трофимова. Снова вперед, хотя, казалось бы, можно было поспокойнее мяч сохранить. Никто не прессинговал Наталью, но, тем не менее, неточную передачу вперед сделала. И это обернулось в итоге потерей мяча и атакой Енисея. Анастасия Морозова на правом фланге, там пытается активничать. Снова Анастасия с мячом. И фола не было. Подкат, Воробей. Мяч остается у Енисея. Женикашвили против Лазаревой. Тоже интересное противостояние сегодня. Пошли из школы Чертанова. Лазарева. Неплохо, Дорофеева. Передача интересная. И вот возможность Шейкина. Была возможность для удара, но не подстроилась под мяч Татьяна. Ну, конечно, не будет торопиться тут Алена Беляева. Замену быстро проводит только Капустина. И давай бегом бросает в игру Кристину Янушкевичу. И покинула поле Анастасия Абраменко. Одна из самых активных участниц этого матча. Сетральная защитница. Неплохо приняла мяч сейчас Диана. Находясь в окружении соперниц. Но сохранить его не сумела. А это Белоусова. Мяч зависает и не уходит. Не сновежит борьбу, но не успевает Диана. Там его до ЭКГО. И все. 2-1. Победа Чертанова. На первой минуте Алана Чочиева. 2003 года рождения футболистка. На последней минуте Жозе Диана Памент Чато. Лучезарно улыбающаяся футболистка 2002 года рождения. Настоящая молодежь Чертанова сегодня принесла победу. 16 лет Диана исполнилась Алане. И 17 лет Родиане. В составе Енисея тоже молодая футболистка Ника Белова. В общем, сегодня юниорская и молодежная сборная рулили на поле арены Чертанов. 2-1. Чертановки победили Енисей. Наконец-то одержали победу, потому что давно уже не побеждала команда Сергея Николаевича Лаврентьева. Серия была в матче с серьезными соперниками. Как в СССР, Локомотив. Безговорочные лидеры и фавориты этого сезона. В кубке играли дважды с Локомотива. В общем, подзатянулась такая неудачная серия. Но все все понимают в школе Чертанова, понимают о том, что переполнен лазарет. Где, например, Алена Андреева сегодня наконец-то без пустылей удалось увидеть прекрасную нашу полузащитницу Чертанова. Ждем, конечно, и Дарис Оланович, Анастасию Шведову, Екатерину Морозову. Уже не вернуть, конечно, Чертановкам своих лидеров. Марину Кисканин, выступающую в чемпионате Финляндии. Маргарита Черномырдина, одну из лидеров ЦСКА. Нелли Коровкина, лучшего бомбардира сезона, который продолжает выстреливать сериями за Локомотив. Но все впереди. Главное – воспитывать своих. Есть, есть люди, которые могут усилить команду. А это еще годика через 2-3 появятся настоящие звезды. Потому что феерят сейчас на уровне лет 12, 13, 14 в составе Чертанова. Такие люди, которые чуть ли не мировой уровень показывают. И ездят чертановские школьные команды женские. В том числе и на международные турниры. Там интересно. Ну а мы ждем интервью Сергея Николаевича, слово Сергею Деряткину. Тянемся. 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 Давайте. Заставьтесь. Я подвесу. Заставьтесь. Продолжение следует... 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 Потому что считаю, что пенальти был. Ну и в ряде эпизодов тоже не согласна. Опять же, это все мое мнение и при мне останется. Я больше имел в виду не судейскую сторону, а тот факт, что остались в меньшинстве и стало тяжелее мяч держать прежде всего. Не то, чтобы обороняться. А вот Чертанова после этого больше времени переводили на чужой половине поля. Ну да, это, конечно, сказалось, удаление игрока. Но, в принципе, уже опыт у нас есть, да, игры в меньшинстве и получение результата. Поэтому, ну, немножко не дотерпели, где-то концентрации немножко не хватило и получили в итоге обидный, я считаю, тоже второй гол. Вот. А по игре, в принципе, было, ну, в целом было мне понравилось то, что девушки сегодня выполняли на поле. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...